Привет всем, кто меня смотрит. Сегодня будет видео немножко необычное. Если быть точным, то я просматривала разные видео бьюти-блогеров и пришла к выводу, что, наверное, может быть, кому-то будет интересно поделиться, скажем так, если я поделюсь с вами своими идеями, идеями переделок. Я, в общем-то, человек немножко творческий, да, не могу сказать, что прям в полной мере, но тем не менее. И очень многие вещи, которые я временами приобретаю, у меня как-то, не знаю, находят на меня вдохновение, и мне хочется их немножко видоизменить. Если быть точным, то если мне вот не все нравится или какая-то вещь, допустим, была куплена через интернет и пришла, и немножечко меня разочаровала, я, соответственно, начинаю придумывать, что же с ней можно придумать, что же с ней можно сделать, чтобы она понравилась. Итак, вот сегодня хочу вам показать мою переделку. Если быть точным, то некоторое время назад я снимала видео, где мне пришли в заказе с сайта Коралл вот таких вот два колье, абсолютно идентичных. Единственная разница в том, что одно колье было вот такого вот цвета, вот такое вот красное, такое вот непонятное немножечко, я бы сказала, мутное. Вот. Ну, в общем, оно было по виду абсолютно вот такое вот, как это черное, но вот такого вот оттенка. И вот черное мне понравилось, оно довольно интересно и в некоторых даже, в некотором смысле выигрышно смотрится по сравнению вот с этим вот красным. И я что-то так подумала и решила, что, наверное, мне надо как-то его переделать. Пришла мне в голову идея о том, чтобы убрать вот лишние, скажем так, да, какие-то элементы, включая вот такой вот, то есть вот он был на таком же месте. Вот. Но, опять же, цвет остается красным, да, сразу хочу вам сказать, что вот колье выполнено вот из такого какого-то металла, довольно мягкого, кстати, а вот эта вот часть красного цвета, это акрил. И я подумала, как бы акрил, пластмасс, какая разница, его можно окрасить в любой цвет. И, соответственно, я начала пробовать. Покрывала я самыми обычными лаками для ногтей. Вот. В данном случае для вот этого экземпляра, который вы сейчас видите, это уже, что называется, то, что у меня получилось. Я использовала два оттенка лака, обычного лака для ногтей, да. Вот такой вот Dance Legend. Оттеночек у меня 328. И вот такой вот зеленый лак от Catrice, да, простой лак. У меня 0,9 оттенок Hugo Moss. Вот эти вот два оттенка мне помогли получить вот такое вот интересное колье, да. Пробовала я сначала оттенки на вот этих вот частях, которые убрала, в общем-то, с этого колье. Пробовала, затем снова стирала обычной жидкостью для снятия лака, да, вот, вот, вот такой вот жидкостью. И затем наносила новый оттенок. В итоге подобрала вот таких вот два цвета. То есть я покрывала разными, пробовала в голубой цвет, в белый. Ну, то есть разные сочетания. И что-то как-то мне вот больше всего пришелся по вкусу вот именно вот такой вот тандем, так сказать, оранжевого и зеленого. Может быть, это все осень, конечно, виновата, уж не знаю. Ну, то есть как бы вот они, отсоединенные части, и вот что получилось. То есть по большому счету вот они вот отсюда, вот, вот как-то отсюда, вот так вот. И вот эта часть, это та, которую я отсоединила. Окраску я выбрала сама, то есть как бы придумала, так сказать, да. И вот как-то так получился вот такой в некотором смысле воротничок. Поэтому сразу хочу сказать, что все вот эти манипуляции, в силу того, что металл, опять же, мягкий, гибкий, мне помогли сделать вот все вот эти вот колечки, разгибала я, да, то есть как бы не ногтями, не зубами, а вот такими вот обычными щипцами для, ну, не знаю, кто-то кутикулу режет, кто-то еще что-то. Ну, то есть крупные вот такие щипцы. Не знаю, что за марка, по-моему, никакая. Просто в магазине, блин, за очень-очень дешево. Вот, и вот такие вот бакорезы называются, да, то есть вот когда уже совсем обработка вот таких вот идет, вот здесь вот этого места, то есть без бакорезов не обойтись. Вот эта штука, потому что ни за что не перекусит, ей можно только разгибать колечки. Вот, ну и в итоге вот что получилось, вы сами видите, вот такое вот у меня получилось колье. Перекрасила я его в два оттенка. Зеленый вы сейчас, может быть, не совсем правильно увидите, он больше черным передается, потому что у нас как-то сегодня вот погода пасмурная, и у меня нет возможности показать вам при хорошем освещении, как это все будет выглядеть. Ну, надеюсь, вы меня простите. Вот, ну, собственно говоря, я лишь подаю идею. Это я к тому, что если у вас какая-то, ну, не знаю, интересная вещица, вы всегда, прежде чем ее кому-то передарите или там еще что-то как-то, подумайте, наверняка из нее может получиться что-то интересное и для вас. Вот, поэтому как бы я тоже так же сомневалась по поводу вот этого красного колье. Что-то мне казалось, ну, очень-очень так, ну, скажем, простенько, что ли, дешевенько выглядит, неинтересно совсем. И вот, вот таким вот образом я его переделала, и теперь с удовольствием буду носить, и, собственно, эта комбинация оттенков мне очень-очень нравится. Надеюсь, вам было интересно и не скучно. Вот такую идею хотела я вам подать, немножко вдохновить вас, опять же, в осенней тематике, и в то же время, ну, не знаю, handmade forever, что называется. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, я вас не утомила. Всем пока!